Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко о главных темах выпуска. Глава администрации Олег Фурсов пообщался с сотрудниками ДСААФ. Речь шла о реформе местного самоуправления. Чтобы зима радовала, все ли управляющие компании готовы к отопительному сезону? Крупнейшие спортивные события страны. Восемь лучших команд по пляжному футболу поборются за выход в суперфинал чемпионата России. Глава администрации Самара Олег Фурсов продолжает встречи с трудовыми коллективами города. На своем примере показать, насколько близкой к народу и продуктивной может быть власть – важная задача реформы местного самоуправления. Мэр побывал в ДСААФ России. Выражать активную жизненную позицию, принимать участие в жизни и развитии города, реализовывать смелые проекты, направленные на повышение комфорта, благоустройства – это возможно, если власть будет работать с жителями рука об руку. Об этом шла речь на встрече коллектива ДСААФ России с главой администрации Самара Олегом Фурсовым. Мэр рассказал о реформе местного самоуправления, которое сегодня реализуется в областной столице. Проблемы на местах будут решаться быстрее после создания районных советов депутатов. Такое представительство, на наш взгляд, позволит обеспечить защиту интересов простых людей на районном уровне. То есть уже не финансовые какие-то круги будут определять, как район развивается, а будут определять ваши коллеги. То есть те люди, с которыми вы живете в одних домах, на одних площадках, пользуетесь одним общественным транспортом, ездите, так сказать, в одних и тех же лифтах, ничего здесь другого нет. Да, они такие же, как и вы. И у нас есть уверенность, что вот такие же простые люди, как и вы, они более тщательно будут защищать интересы района. После выборов 13 сентября в каждом районе будет сформирован собственный бюджет. Жители смогут контролировать, на что расходуются деньги. Так вместе мы сможем превратить Самару в один из самых благоустроенных городов в нашей стране. Все необходимые ресурсы у нас есть, заверил мэр. Их грамотное использование он и поставил во главу угла, возглавив администрацию. За счет экономии и рационального расходования средств в городе уже удалось многое сделать. На наш город должно быть полторы тысячи единиц дорожной техники. Полторы тысячи единиц. У нас в наличии было 200 и 100, плюс 100. Мы арендовали. Что такое 300 единиц техники? Это в 5 раз меньше норматива. Как этим количеством техники можно убирать качественно город? Технику купили, сейчас еще объявили конкурс, 15 миллионов рублей я выделил. До конца года, если все будет нормально, мы 100 единиц техники новой купим. И вы заметите, как город и осенью, и летом, и зимой будет поддерживаться в хорошем состоянии. Власть, близкая к народу, готовая слушать, слышать и выполнять наказы жителей. Результат реформы местного самоуправления. 284 депутата будут трудиться на благо горожан на безвозмездной основе. Из них будет сформирована и городская дума, 41 человек. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Обновленное лицо города. Старинные дома, как правило, сделаны не только красиво, но и добротно. Побелка и шпаклевка – все, что нужно, чтобы они заиграли новыми красками. На пересечении Урицкого и Красноармейское жилое здание ремонта не видела более 40 лет. И вот теперь фасад приводит в порядок. Впечатление жителей выслушала Мариана Мирная. 60 лет назад на углу Урицкого и Красноармейской построили красивый дом с уютными балконами. Покрасили в теплый песочный цвет. Квартиры дали молодым семьям. Сюда же переехали ветераны Великой Отечественной. Ремонта в доме за последние лет 40 припомнить никто не может. В прошлом году управляющие компании Самарской области вышли с инициативой поддержать гражданскую позицию и провести отдельные виды ремонта в тех домах, чьи жители активно участвуют в выборах. Начинание поддержали в региональном правительстве. Жители нашего микрорайона, конечно, прониклись с такой инициативой. Администрация и Самарской области поддержала эту инициативу и выработала постановление, в результате чего все это вошло в нашу жизнь. Жители микрорайона занимают очень активную жизненную позицию. Сами готовы благоустраивать придомовую территорию, поддерживать чистоту и порядок. Говорят, приятно видеть позитивные изменения в своих домах. Ради этого с радостью выполняют свой гражданский долг. В год 70-летия Победы очень приятно получать такой подарок. И тем более этот дом строили наши отцы, когда приехали на электрификацию железной дороги. Потом они строили Волжскую ГЭС, потом они строили Тольятинский автоваз, речной вокзал и много-много еще объектов. И, конечно, когда из рук в руки стал дом передаваться, он пришел в плачевное состояние. До конца года запланирован ремонт 17 многоквартирных домов железнодорожного района в рамках этой программы. В городе изменения коснутся всего 200 жилых строений. Программа ремонта, которая поощряет активность граждан, продолжится и после выборов 13 сентября, на которых самарцам предстоит определить состав депутатов в районных советах. Павел Баймаков, Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Самовольные раскопки в городе для организаций стали слишком дорогими. Раскопал дорогу без разрешения, заплатишь максимальный штраф – полмиллиона рублей. Наказываются рублем и компании, которые не смогли выполнить работы в срок. Марина Матвейшина продолжит. Перехресток улиц Маяковского и Огибалова тольяттинской компании Ставрополь-Химстрой восстановила здесь дорожное полотно за свой счет. Плюс заплатил в бюджет Самары штраф в полмиллиона рублей за самовольное вскрытие. Месяцем ранее, без предупреждения и разрешения, подрядчик под покровом ночи раскопал свежеотремонтированную дорогу. Хотя должен был проводить коммунальные работы без вскрытия. На такие вопиющие случаи самовольных раскопок в городской администрации реагирует незамедлительно и жестко. Есть, так сказать, определенные структуры в городе, которые должны давать разрешение на то или иное вскрытие. И мы с вами уже не первый год говорим, что есть план ремонта дорог. Под эти планы все сетевики должны подстраиваться. С начала года городская административно-техническая инспекция выдала ресурсоснабжающим предприятиям около 3000 разрешений на вскрытие. Почти 90% из них уже заделали. В аутсайдерах компания ПТС. Сейчас у них в работе полторы сотни вскрытий. Хотя заделать их нужно было еще месяц назад. Мы отправили на головное предприятие в Москву об этих всех безобразиях бумагу для принятия мер. Уже положительный звонок был из Москвы. И Дюков сегодня звонил, что они эту ситуацию улучшат. На предприятии тепловых сетей выписали 150 протоколов на общую сумму в 15 миллионов рублей. Три из них они уже выплатили. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. В одну из таких траншей угодил таксист. Крайне удивлены были сотрудники подрядной организации, которые меняют теплотрассу на улице Аменева. Рано утром они обнаружили в яме на проезжей части легковушку. По словам очевидцев, машина, такси угодила туда еще ночью. В фирме, где работает водитель, заявили, он не заметил предупреждающих знаков, потому что они якобы были разбросаны по проезжей части. Такого, во-первых, быть, конечно, не может, потому что контроль за нами осуществляют различные организации, в том числе и ГАТИ по благоустройству, и сотрудники ГИБДД. В случае каких-то замечаний сразу нам организовываются предписания. По данному объекту получены все необходимые разрешения для производства работы, согласованные схемы организации дорожного движения, все необходимые предусмотренные схемы и знаки выставлены, также выставлены все ограждения в соответствии со схемой. Из ямы машину вытащили силами подрядной организации. Серьезных повреждений водитель не получил. Очевидцы говорят, сразу после ДТП он покинул место происшествия и вернулся туда уже спустя какое-то время. Инспектор в ГИБДД мужчина не вызывал и не предъявлял никаких претензий к подрядной организации. Все дома города должны быть готовы к запуску отопления уже 15 сентября. В этом сезоне ресурсоснабжающие организации должны переложить почти 8 километров тепловых сетей, а также отрезок водопровода и канализации. Управляющие компании, в свою очередь, готовят жилые дома принимать тепло. Подробности в нашем сюжете. Компрессор подает в трубы отопительной системы воздух, чтобы создать в них сильное давление. Слабые места тут же дают о себе знать. Такие участки труб меняют. Результат гидровоздушных испытаний – уверенность. Никаких порывов на внутридомовых сетях зимой не будет. Затем рабочие промывают трубы и проводят ревизию всей отопительной системы. Еще есть комплекс работ, таких как утепление стен, окна, остекление оконных конструкций, двери входные, которые также в комплекс работ входят, которые также необходимо готовить для отопительного сезона. Поставщики тепла выдвигают свои требования к отопительному оборудованию в домах, чтобы повысить его теплоотдачу. Все необходимое для этого устанавливают жилищные организации. Жители могут не волноваться – зима в их квартирах будет теплой. На общем собрании в прошлом году было принято решение поменять наверху общий трубопровод холодный и внизу горячей воды. То есть это все было сделано вовремя, без всяких осложнений. Подготовка к зиме домов, которые обслуживает управляющая компания ЖКС, подходит к завершению. Коммунальщики идут с опережением графика. На сегодня 90% многоквартирных домов уже полностью готовы к запуску отопления. Марина Матвеевна, Станислав Левин, События. Водители нарушают правила – страдают пешеходы. В Самаре инспекторы ДПС выявляли и штрафовали нарушителей, которые объезжали пробки по дворам. Наш корреспондент подробнее. Улица Аменева в Самаре. Перед въездом в жилой сектор установлен знак, запрещающий сквозное движение в жилой зоне. Несмотря на это, многие водители предпочитают его не замечать. Сворачивая снова вокзальный, объезжают затор по дворам. Поток идет, он постоянный поток. Никто здесь ничего. Здесь больше никак не попадешь в эти дворы. Через Московский человек там все стоит. Это часа два-три с работы добираться, стоять здесь. С просьбами навести порядок и пресечь нарушения в госавтоинспекцию обратились местные жители. По их словам, автомобильный поток здесь не прекращается, особенно в час пик. По дворам действительно ездит очень много машин. И, конечно, хотелось бы, чтобы это все было, ну, скажем так, по правилам. Да, если запрещен сквозный проезд, то чтобы соблюдали. Ну или как минимум, хотя бы на самой-самой минимальной скорости проезжали водители и очень внимательно смотрели вообще на все происходящее. Потому что ребенок может выбежать, ну, из любого угла, из-за любой машины. Экономия времени, говорят жители и инспекторы ДПС, может привести к трагедии. Чтобы этого не случилось, автолюбителям еще раз напоминают о правилах дорожного движения. Проводим профилактическую работу, разъясняем водителям. Многие уже знают, многие уже с нами сталкивались здесь не раз. Когда видит патрульную машину, уже половина старается этого не делать. Чтобы закрепить пройденный материал, на нарушителей составляют административный протокол. Штраф – полторы тысячи рублей. Подобные рейды госавтоинспекторы будут проводить и дальше, чтобы пешеходное движение во дворах стало безопаснее. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Неухоженные участки превращаются в благоустроенные парковочные места. Стоянку во дворе дома 216 по улице Советской армии оборудуют по просьбе местных автомобилистов. Теперь и пыли станет меньше, и колеса машин целее будут. Алина Чемерис продолжит. Как никто заинтересованы в сухой погоде, жители дома номер 216 по улице Советской армии. Стоит пройти дождю, и машины придется либо ставить в грязь, либо бросать прямо на дороге. Максим Дегтярев рассказывает, оборудованная парковка для местных автомобилистов – манна небесная. Парковаться лучше будет, грязи, пыли не будет такой во дворе. В большом просторном дворе ежедневно стоят десятки машин, автомобили жителей и посетителей детской поликлиники, расположенной в соседнем здании. Чтобы поставить на этом участке машину, особенно с низкой посадкой, нужно быть ювелиром. Чуть вправо, чуть влево, и можно сесть на брюхо. Новое покрытие ровное и плотное. Вон даже каблуки не проваливаются. С предложением оборудовать стоянку жители обратились в общественный совет. Здесь, в микрорайоне Лесной, люди к своим дворам относятся с трепетом и сами стараются их благоустраивать. Лебедь, это прямо перед моими окнами. Там, значит, кораблик плывет веселый. Жених с невестой стоят. А вот там гельфинчики у нас. Это мы облагораживаем, благоустраиваем. На просьбу жителей помочь со стоянкой общественники откликнулись. Более того, решили привести в порядок весь двор. Работы здесь начались три недели назад. Мы облагоустроили спортивную площадку, установили футбольные ворота, покрасили траву, покрасили малое архитектурное строение. Я думаю, что на этом мы не будем останавливаться. Запланировано в другом дворе сделать точно такую же парковку. Внутриквартальные дороги, посадка деревьев. Хотим посадить новые деревья, цветы насадить. Лучше слышать жителей помогает реформа местного самоуправления. Для решения проблем конкретных территорий сформированы общественные советы микрорайонов. Они помогают выстроить конструктивный диалог между жителями и властью. Следующим шагом станут выборы в районные советы депутатов. Сформировать команду единомышленников, которая будет работать на благо города. Жителям предстоит 13 сентября. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Крупнейшие спортивные события страны на Самарском песке. Лучшие команды по пляжному футболу поборются за выход в суперфинал чемпионата России. В Суперлиге нет ни одной команды, которая провела сезон ровно, без взлетов и падений. А значит и результаты грядущих матчей почти непредсказуемы. Подробности у Валерии Макарвой. Пляжные баталии обещают быть зрелищными. В чемпионате России по пляжному футболу участвуют 8 лучших команд страны. И только 4 из них попадут в суперфинал. Счастливчики определятся на Самарском песке. Яркое солнце – непременный атрибут пляжного футбола, пока не выходит из-за туч. Впрочем, спортсменов это не пугает. Солнца пока нет, оно выйдет, но на поле, обещаю, будет жарко в каждом матче. Это пляжный футбол. Потому что один раз к нам приходят на стадион, они остаются надолго, точнее навсегда. Потому что это интересно, это зрелищно. Будет много голов. Надеюсь, не мои ворота, конечно. Пробить ворота Бухлицкого – задача не из легких. Галкипер сборной России и московского локомотива в прошлом году назван лучшим игроком страны. Хотя у москвичей так мало поводов для волнений. Путевку в суперфинал они себе уже обеспечили, как и питерский «Кристалл». Замыкают тройку лидеров самарские крылья советов. Им-то и придется попотеть. В середине турнирной таблицы примерно равные соперники. Конкуренцию самарцам составят московская «Динамо» и новосибирский «Джокер». Пожалуй, в этих матчах и решится судьба путевок в суперфинал. Пляжные виды спорта в Самарской области настолько динамично развиваются и настолько много людей сейчас вовлечены, что это мероприятие будет еще один из важных элементов вовлечения в занятия, в том числе и пляжным футболом. Для самарских пляжников планируют построить спорткомплекс, чтобы они могли тренироваться не только летом. Это будет универсальный спортивный комплекс для пляжных видоспорта в целом. Это и пляжный теннис, и пляжный волейбол. Уже существует проект этого спортивного комплекса. Сейчас мы определяемся с местом его расположения. А пока показывать мастерство спортсмены будут на стадионе на первомайском спуске. Матчи стартуют в четверг, 27 августа, и продлятся до воскресенья. Для всех зрителей вход бесплатный. Валерия Макарова, Станислав Левин, Максим Гусев. События. Уникальная возможность для всех жителей Самары. Участвуйте в акции нашего телеканала. Признайтесь в любви родному городу и получите подарок. Для этого вплоть до 10 сентября нужно выложить свое фотопризнание в Инстаграм с хэштегом «Самара429». Посмотрела сегодняшнее фото. Очень понравилось с Вилоновского спуска. Интересно, сегодня закат будет такой же красивый. Присылайте фото самых любвеобильных. Ждут ценные призы от партнера конкурса «Ситилинк Самара». Награждение победителей состоится 13 сентября на главной площадке празднования Дня города. Смотрите нас онлайн на сайте самара.тв через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи! Копейка из твоей зарплаты бережет чей-то рубль. Особенно, если зарплата серая. Серые зарплаты до сих пор, кстати, практикуются в России и с ними борются. К примеру, комиссия по легализации налоговой базы при налоговой инспекции по Самарской области в этом году пополнила региональный бюджет на 16 миллионов рублей. Налоговики мониторят все предприятия, входящие в группу риска и проверяют все жалобы граждан. Виновных в нарушениях вызывают на ковер и предлагают добровольно привести дела в соответствии с законом. Результат таков. В прошлом году заработную плату своим сотрудникам повысили 916 организаций. А в нынешнем только за первую половину года привели зарплаты в белый вид 500 самарских предприятий. Чаще всего граждане прекрасно знают, что их зарплата серая. И большинство это, как ни странно, устраивает. Но некоторые работники даже не подозревают, насколько их обманывают. Ради интереса поинтересуйтесь в бухгалтерии справочкой 2НДФЛ и понаблюдайте за реакцией. Самарские предприниматели засветились в Мурманске и тут же попались на неблаговидной деятельности. Местное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении торгов на медицинское оборудование в отношении трех самарских фирм. В картельном сговоре обвиняют ООО «Торговая компания Чараид», ООО «ТМК плюс» и ООО «Тандем». По данным антимонопольщиков, один из участников картеля делал предложение незначительно меньше максимальной цены контракта, после чего остальные члены картеля начинали снижать цену контракта. Таким образом, они заставляли остальных участников отказаться от конкурентной борьбы. Интересно, они что, думали серьезно, не попадутся никогда? Дочка аэрофлота «Лоукостер Победа» снова начнет летать из Москвы в Самару. Продажа билетов уже открыта. Полеты начнутся с 25 октября и будут совершаться ежедневно. Вылет из московского аэропорта Внуково в 21.30, обратное отправление в 6.30. Сейчас действует промо-тариф – 1000 рублей в одну сторону. Однако он доступен только при вылетах из Самары, а минимальная цена из Москвы – 2054 рубля. Возврат билетов не разрешен, в цену не входит провоз багажа более 10 кг и части ручной клади, а также выбор места и питание на борту. Российский фондовый рынок открылся понижением котировок. Индекс ММВБ опустился до отметки 1648 пунктов. Лидеры падения – Полиметалл, ФСК ЕС, Московская биржа, НЛМК, Русал, Магнит и Сургутнефтегаз. Лидеры роста – Полюс Золото, Мостотрест, Мечел, КамАЗ и НЛРоссия. Торги на российском рынке открылись на фоне позитивного закрытия торгов в Европе и роста индикаторов в Азии на фоне понижения основных ставок Народного банка Китая. Кроме того, восстанавливаются фьючерсы на черное золото, а вот торги в США завершились снижением. Курс доллара на 27 августа 69 рублей 31 копейка. Курс евро 79 рублей 72 копейки. Золото стоит 2528 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 11 копеек за грамм. Цена нефтемарки Brent – 43 доллара 50 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Стартовал регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги. В Самаре зональные охранники соревновались в интеллектуальных играх. Кубок медицинской футбольной лиги выиграла больница Середавина. В Самаре прошел первый межрегиональный турнир врачей Кубок медицинской футбольной лиги. Кроме семи местных команд – больница Середавина, клиники Госуниверситета, Пироговка, Седьмая городская, противотуберкулезные и кардиологические диспансеры, плюс скорая помощь – за трофей приехала бороться сборная Уфимского медунивера. В итоге футбольный приз оказался в руках врачей-середавинцев. В финале они переграли Пироговку со счетом 4-3. Два мяча забил анестезиолог-реаниматолог Александр Кононов. В Самаре прошел третий этап всероссийского шахматного турнира среди сотрудников 16 колоний по Волжье на призы многократного чемпиона мира Анатолия Карпова. На партию было отведено 15 минут. Два дня охранники боролись за звание лучшего в интеллекте и психологической устойчивости. Чемпионом стал ульяновец Ярослав Павловский, серебро у казанского шахматиста Олега Блохина, бронзовая медаль досталась Александру Харькову из Удмуртии. Самарские представители исправительной системы шахматный турнир проиграли. Хоккейная «Лада» неудачно стартовала во втором своем сезоне в чемпионате континентальной хоккейной лиги. На выезде в Сочи она проиграла местной команде со счетом 2-4. Весь матч «Лада» выступала в роли догоняющей, но так и не смогла вырваться вперед. Шайбами у автозаводцев отметились Александр Бумагин и Марк Флад. Очередной соперник «Лады» — Ярославский локомотив. Железнодорожники тоже проиграли первый матч сезона Нижегородскому «Торпедо» 2-3. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова